В Мелитополе более двух тысяч человек вышли к зданию местной администрации, требуя освободить мэра города Ивана Фёдорова. Украина обвиняет Россию в нарушении международного права в связи с похищением мэра после захвата города. На этих кадрах с камеры наблюдения в Мелитополе видно, как группа людей в форме уводит человека, предположительно Фёдорова. Действительно ли на этих снимках мэр Мелитополя, проверить пока невозможно. «Сегодня в Мелитополе оккупанты похитили мэра города Ивана Фёдорова. Мэра, который мужественно защищал Украину и людей в своей общине. Очевидно, что это признак слабости оккупантов. Они не получили никакой поддержки на нашей земле, хотя очень на это рассчитывали. Ведь они годами обманывали себя, что люди в Украине ждут Россию. Они не нашли коллаборационистов, которые сдали бы оккупантам свои города и власть. Поэтому они перешли к новому этапу террора, в котором пытаются физически ликвидировать представителей законной местной власти Украины». В Мелитополе вот уже несколько дней жители выходят на мирные акции протеста, несмотря на запрет и высокие риски. «Предопрощение правонарушений и обеспечение общественного порядка временно запрещают митинги и демонстрации». Между тем, обстрел окружённого Мариуполя российскими войсками вновь помешал эвакуации мирных жителей, сообщает вице-премьер Украины Ирина Верещук. «Эвакуация из Мариуполя в Запорожье не состоялась. Завтра мы снова попытаемся эвакуировать людей из Мариуполя. Мы снова сделаем это завтра на глазах всего мира, перед политиками и лидерами, перед всей планетой Земля». Попытки эвакуировать население из портового города срываются уже не в первый раз. Почти две недели Мариуполь находится под обстрелами. В осаждённом городе сотни тысяч жителей остались без тепла, воды и света. Провизия и лекарства на исходе. Украина обвиняет Россию в том, что она держит в заложниках практически целый город. По словам Ирины Верещук, российские солдаты также помешали проезду автобусов с мирными жителями в Киевской области. Эвакуация людей из осаждённых и страдающих от военных действий городов Украины продолжается и в субботу. В Сумской области на северо-востоке страны планируется организовать шесть гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Несколько городов в Украине сообщили о возобновлении боёв и обстрелов в ночь на субботу. В Николаеве по меньшей мере один человек был ранен, несколько жилых домов повреждены. По данным местной администрации, обстреляна городская онкологическая больница. Обстрелом и авиаударом подвергся и Чернигов. Жители города остаются без электричества, почти без воды, газа и отопления. Ворог продолжает наносить ракетные удары с воздуха. Гибнут мирные жители. Многие получают ранения. Противник наносит удары по жилым районам, по местам, где нет военных объектов и небова. В субботу утром российские ракеты уничтожили аэродром в районе города Васильков, Киевской области. После авиаудара горит склад с боеприпасами и нефтебаза. В Киеве в ночь на субботу по меньшей мере трижды включалась воздушная тревога. Российские войска находятся в 25 километрах от центра столицы. Части российской военной колонны, продвигавшейся к северо-западу от столицы, рассеялись по окрестностям и, судя по всему, намерены окружить город с разных сторон. На свежих спутниковых снимках видно, что российские военные подразделения продолжают приближаться к Киеву, обстреливая из артиллерии жилые районы. На снимках видны многочисленные горящие здания, масштабные разрушения и воронки от ударов. А это кадры, снятые недалеко от линии фронта на северо-востоке Киева. Десятки волонтёров готовят еду на кострах для солдат и мирных жителей. Вместе с мужем мы решили не уезжать из Киева, а остаться и помогать в качестве волонтёров. Нам не давали никаких распоряжений. Мы просто спросили наших ребят, что им нужно. И они сказали, что им нужен чай, потому что в это время было очень холодно и немного еды. Я волонтёр, потому что я люблю этих людей. Я люблю эту страну. И я верю, что мы победим. Я знаю, что мы победим. Но нам нужно время. И я думаю, что это всё, что я могу сейчас сделать. Я решила помогать, потому что хочется помочь нашим войскам, нашим ребятам, которые сейчас находятся на передовой, чтобы в это тяжёлое время им было что поесть. Потому что никто, кроме нас, им помочь не может. Между тем стало известно, что украинские войска отступили от города Волноваха. Бои идут на окраине. Об этом сообщает глава Донецкой военно-гражданской администрации.